Прошедшая накануне прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стала уже некой политической традицией. Подобная встреча проводится уже 15 раз и последний перед предстоящими выборами президента. Свои комментарии по поводу прямой линии с Владимиром Путиным дал журналистам и студентам КФУ член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она ему нужна для того, чтобы он вышел с той программы, которая будет страной воспринята. Нельзя ли говорить то, что мне надо, надо говорить то, что, во-первых, хочет страна, и я так введу, должен это с правильным предположить. Я должен понять, что страна хочет. Что болеть-то? Где и как решать? Пресс-конференция с участием Олега Морозова состояла 16 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Помимо обсуждения прямой линии с президентом Российской Федерации, сенатор дал оценку политической ситуации как в стране, так и на международной арене. Мы никогда не находились в такой сложнейшей внешней ситуации. Вот мы там вспоминаем холодную войну, но так плохо, как сегодня, не было никогда. В том смысле, что нас действительно просто облажили. Нам пытаются опрокинуть все наши крупные международные проекты. Северный поток, Южный поток, Альгар, большая социально-экономическая перспектива. Этими санкциями пытаются отрезать нас от современных технологий. Не обошлось и без вопросов аудитории. Представители СМИ Казани интересовались различными вопросами. От Навального и митингах до принятого проекта в Москве о реновации жилья. Подумать о том, чтобы этот проект был не только московским, но и был тиражированным на другие субъекты страны, можно, но нужно учесть многие нюансы. Поэтому для регионов эта проблема, во-первых, связана с тем, что нужно, чтобы этот опыт был как-то опробирован, а второй вопрос, это, конечно, цена. Цена вопросов, потянем, не потянем, найдутся ли деньги, придет ли инвестор, ну, целый ряд других проблем, которые тащат за собой этот проект. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюс.